Привет, мои прекрасные друзья! Доброе утро! Хочу поздравить вас с вербным воскресеньем. В английской версии нет понятия вербы, а есть Palm Sunday, пальмовое воскресенье, что соответствует версии. Если исторический Иисус действительно существовал, то в тех местах, конечно, вербы не было. Но в Болгарии тоже верба давно отцвела, и нет вот этих пушистых котиков на веточках. Давно уже все в цветах и листьях. Посему давайте будем конкретны и буквально следовать истории. То есть у нас пальмовое воскресенье, с чем для вас и поздравляю. Но вы можете называть это вербным. Никто не против, просто хотелось бы сказать, как оно было, во всяком случае, в английском обществе, которое я представляю в течение 30 лет. Все-таки есть отпечаток. Но кроме того, есть литература, и вы можете совершенно спокойно ознакомиться и сверить то, что я говорю, с истиной. Как думаете вы? Кстати, Иисус, знаете, чем хорош? Вот мне понравилось, что Он абсолютно не эгоист, и Он, собственно, родил за все человечество на Земле. Если, конечно, Он не был зелотом или есеем, посмотрите на эти иудейские племена и чем они занимались. Но не буду вас сейчас отсылать к этому. То есть, если вот возьмем такого Иисуса, к которому мы все привыкли, абсолютно нету эгоистичных целей. Я к чему это говорю в этот чудесный праздник? Мне вспомнили слова Джона Кеннеди, тоже убиенного, который сказал, не ждите, что страна сделает для вас, а посмотрите, что вы можете сделать для страны. Так вот, я тоже думаю, подумайте, что вы можете сделать. Ну, не обязательно для страны, для общества, для сообщества, где вы происходите и где вы обитаете. Вот подумайте на эту тему. Кстати, только сейчас пришло на ум, что добрыми намерениями оказывается дорога в ад услана. Если кто знает этимологию этого высказывания, пожалуйста, напишите. Иисус вот родил за народ, да? Как бы хотел хорошего, чем отплатили. Ну, вот они любят таких, видите, как-то люди. И в его случае даже единоплеменники. Ну, в общем, это такая риторическая тема. Я хочу вас просто поздравить с праздником вербного или пальмового воскресенья. И чтобы у вас все было очень-очень хорошо. И не только вербное воскресенье. То есть готовимся к празднику. Великто через недельку. Готовимся к шашлыку серьезному. Вертил уже купили. Ну, короче, чего я вам желаю. А в этот солнечный день я хочу, чтобы вы действительно ощутили красоту этого праздника, в преддверии которого мы находимся. И ощутили жизнь. Воскресенье. Оно же так и называется. Чтобы душа ваша была хороша и воскресала всегда. Чтобы все у вас было хорошо. Ну что, чао-чао, мои прекрасные друзья. Я надеюсь, вам хорошо. По крайней мере, со мной. Я пытаюсь. Да возлюбите друг друга, так сказал Иисус. И я тоже делюсь с вами любовью. Пожалуйста. Любите друг друга. Хотя бы ради себя. Не ради меня. Обнимаю вас пальмой и любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Субтитры предоставил DimaTorzok